Всем привет! Меня зовут Женя, это канал Всюду Vlog, и здесь я рассказываю все самое интересное о жизни в Китае. А сегодня я буду пробовать китайские вкусняшки и всякие разные снеки, которые я сама еще ни разу не пробовала. Буду это делать впервые вместе с вами. Погнали! Сейчас наступило лето, и у меня появилось намного больше основной работы, поэтому немножечко не хватает времени на видео для ютуба. А работаю я в Китае артистом, и на эту тему я уже делала несколько видео на этом канале, и поэтому я их решила объединить в один плейлист, и вы его можете посмотреть по вот этой подсказке. Также я стараюсь ежедневно появляться в сторис в инстаграме и показываю там свою жизнь и какие-то интересные факты о Китае. Поэтому тоже вас там жду, обязательно подписывайтесь. Ну и давайте вернемся к снекам. Честно говоря, мне уже волнительно и страшно, потому что китайские снеки и китайские вкусняшки это всегда что-то непредсказуемое. Из того, что я пробовала, мало что я могу с удовольствием есть. Чаще всего мне попадается что-то не очень вкусное и супер острое. По этой причине самолично я себе покупаю что-то крайне редко. Но сегодня у меня тут вообще разные упаковки. Это то, что мне дают в подарок в одном из магазинов китайских. И здесь я выбрала то, что я ни разу сама не пробовала. Предлагаю начать пробовать. Давайте начнем вот с этого, например. Так. Вот это, я надеюсь, будет вкусно, потому что это упаковка с орехами. И тут нарисована вот такая белочка. На самом деле китайцы очень любят всякие орехи и семечки, но с разными вкусами. Например, манго со всякими разными фруктами, с пряностями, специями. И иногда это правда очень вкусно, но иногда и так специфически, что ты не можешь это есть. Итак. Ммм, какой приятный запах. Давайте я вот так вот сделаю, вам покажу. Мне кажется, что это миндаль. Запах и правда такой сладкий-сладкий и приятный. Очень похоже на как будто какой-то сладкий спрей для тела так пахнет. Я так понимаю, вот это прямо скорлупа. Это вкусно, но этого целую пачку не съешь. Это будет очень приторно. Но в качестве перекуса, я думаю, это супер вариант. В общем, этой упаковке я ставлю плюс. Я бы такое снова купила и на перекус взяла бы куда-то с собой. Дальше давайте перейдем вот к таким упаковкам. У меня здесь две одинаковые, но с разными вкусами. Как я понимаю по рисунку, это куриные крылышки. Но на упаковке они так изображены вместе с драконом. Очень забавно. Розовая упаковка с куриными крыльями. Как говорит мне переводчик, это сычуанские и пряные. Когда переводчик говорит пряные, это значит острые. И мне уже страшно, потому что Сычуань это провинция с самой острой китайской кухней. Эта провинция вот прямо славится своей остротой. Поэтому я просто уверена, что здесь будет просто жесть. А на зеленой упаковке написано Чао Шань, свежий и ароматный. Ну вот надеюсь, вот это нам будет по вкусу. Ну что, давайте открывать. Здесь посмотрите, какая упаковка на пластиковом поддоне. Вот такие еще маленькие индивидуальные упаковки для каждого крылышка. В Китае на самом деле в упаковках всегда столько всего лишнего. Открываем. Вакуумная упаковка. Пахнет копченым крылышком. О, похоже на копченое. А сверху оно такое, как холодец. Это реально неплохо. Вот такие снеки, правда, очень похожи на копченое мясо. Но это совсем другой какой-то способ приготовления. Честно говоря, я не знаю, как они это делают. Но по вкусу тоже чуть отличается. Ну что, перейдем теперь к розовой упаковке. И я на всякий случай запаслась водой. Погнали. По упаковке здесь все то же самое. Просто на самом деле я даже не знаю, как через экран передать, насколько китайская еда бывает острой. Я, кстати, когда ехала в Китай, мне казалось, что я люблю острое. Я могу там ведро острых крылышек съесть. Но когда я оказалась в Китае, я поняла, что все, что я ела до этого, это даже не было острым. Но привыкнуть я к этому, честно, не могу. Здесь мясо выглядит уже чуть по-другому. Более такое оранжевое. И больше у него вот этого желе вокруг. Вот тут я уже вижу такие оранжевые перчинки. Ну что ж, мы попробуем совсем малость. Вдох-выдох. Это правда остро. Само мясо действительно вкусное. Нет, все. В общем, зеленые упаковки лайк, розовые упаковки дизлайк. Следующее, что мы будем тестировать, это вот такая упаковка. На мой взгляд, это похоже на какие-то чипсы. Такие вот квадратики. Но в составе соевые бобы, рис и кукурузный крахмал. Да, вот я в России все пачки открываю вот так. Но с китайскими это не прокатывает. Может быть, вот так получилось. Ой, ну это очень мило выглядит. Я думаю, что это вкусно. Ничем почти что не пахнет. Видны вот тут такие специи. Пробуем. Я думала, что это будет похоже на кукурузные палочки, но чуть жестче. По специям здесь как будто бы просто соль и чуть перца. В общем-то, я бы взяла такие снеки для киношки какого-нибудь вместо попкорна. Хотя, с другой стороны, обычные чипсы вкуснее. Далее в мои руки попала вот такая вот маленькая крошечка. Это куски курицы, нарезанные маленькими кусочками. Но, судя по вот этому рисунку, на котором я вижу красный перец, то, скорее всего, это острая. Это вакуумная упаковка, и там вот такой вот кусок курицы. Кажется, это рубленная такая курица. И это все, посмотрите, в таком оранжево-красном соусе. Ну и вот этим соусом я уляпалась. От этого маленького кусочка откушу еще более маленький. Хотя вообще курица сама вкусная. Вот это и обидно. Сама курица прям мяско вкусненькое. Но, к сожалению, не для меня. Я даже расстраиваюсь, когда у меня не получается что-то поесть. Вроде вкусное, но острое. Ну и последнее на сегодня. Это вот такая тоже маленькая упаковка. И, честно говоря, я даже вообще понятия не имею, что там внутри. На ощупь как будто бы это какой-то мармелад. А, сейчас я переведу, что здесь написано. Переводчик говорит, что это сушеные бобы. Интересно, что там. Давайте попробуем. Итак. Вот как это выглядит. Вот такой вот брикетик. Блин, ну это очень похоже на сыр тофу. Да, это сыр тофу. Чувствуется насыщенный вкус томата. В принципе, это вкусно. Прям прикольно. В общем, если когда-нибудь будете пробовать китайские снеки, будьте осторожны. Они могут быть острыми. Если знаете еще какие-нибудь очень вкусные китайские снеки, обязательно поделитесь рекомендациями в комментариях. А я обязательно это проверю. Большое спасибо всем за просмотр этого видео. Я стараюсь делать каждые выходные видео о жизни в Китае на канале Всюду Блог. А вы можете поддержать меня лайками, комментариями и подписками. А также рассказывайте об этом канале своим друзьям. И я вам буду очень благодарна за это. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.